Итак, прежде всего, друзья, хочу послать благословение Шаббат Шалом и Гуд Шаббас всем моим друзьям, как в Америке, так и в других частях света. И, конечно, я посылаю это благословение предстоящего Шаббаса, предстоящей субботы из святого города Иерусалима. И этот Шаббат, он особенный, поскольку будет отмечаться первое число, то есть Новый месяц Ав, и как мы понимаем, что 9 ава, и помним об этом, был разрушен Иерусалимский храм. Поэтому начинается такой период ужесточения траура по поводу разрушения храма, и мы напоминаем себе о том, что в каждом поколении, в котором храм не отстроен, если бы храм сегодня стоял, то он был бы разрушен. В том смысле, что 9 ава – это не день траура о Иерусалиме, который был разрушен, а это принятие на себе ответственности сделать все для того, чтобы Иерусалим, Иерусалимский храм отстроиться. Поэтому что мы можем для этого сделать? И любопытно, что, поделюсь просто с вами, что вот так получилось, что занимался я позавчера с моим замечательным сыном в его прекрасной Ишиве, в которой он сегодня учится после того, как он служил два года десантником в израильской армии. И, кстати, недавно показал мне свои награды, в том числе связанные с арестом террориста, но это отдельный разговор. Но, в общем, слава богу, мы встречаемся днем и пару часов изучаем Тору. И вот так получилось, что мы, изучая законы Йом-Кипура, понятное дело, связанные с раскаянием, с тем, что человек должен стать лучше, обнаружили, что, собственно говоря, по сути, они начинаются с законов об обязанности каждого из нас ощутить, что твой брат, твой друг, другой еврей – это человек, за которого ты тоже несешь ответственность, и, в принципе, у тебя есть митсва, обязанность помочь ему стать лучшим человеком и не проявлять безразличия по отношению к нему, и мы называем эту заповедью заповедь упрека. И вот представьте себе, мы сидим, изучаем пару часов эту заповедь во всех ее деталях и нюансах, потом мы вместе собираемся куда-то поехать, садимся на автобус, и видим в автобусе сидит молодой человек, я бы сказал, наверное, подросток, скажем так, подросток, по сути, да, наверное, старшеклассник, или, может быть, там, человек, который, может быть, там, 17-18 лет, да, скажем так, сидит с ермолочкой на голове на своем сидении в автобусе, но ногу он положил на сидение рядом с собой. Представляете себе? Вот так вот раз взял, не то, чтобы локотился рукой на другое сидение, не то, чтобы там сумочку положил на другое сидение, а он просто взял и ногу свою, так сказать, ботинком на сидение. Вообще, должен отметить, что это присуще, это как бы мода сегодня, не то, что вот он один такое делает, но такое вот происходит в израильских автобусах, что по этому поводу делать, интересный вопрос. Вот я вот так вот смотрю на этого молодого человека и говорю себе, слава богу, что я сегодня изучал заповедь упрека, и я понимаю, что прежде всего это заповедь ответственности на мне сегодня. И, в принципе, я не могу молчать, хотя иногда надо молчать, хотя молчание золото, но иногда есть ответственность что-то сделать, потому что если я его вижу, я к нему могу подойти, что-то ему объяснить, а я этого не делаю, то я, в принципе, в каком-то смысле разделяю его ответственность за то, что делает он. Вы спросите, откуда я это знаю? Ну, прежде всего, известный пример из законов субботы, в котором говорится о корове рабе Элиезера, которая, оказывается, не соблюдала шаббат, ее доили в субботу. Мудрецы спрашивают, а корова рабе Элиезера? Неужели рабе Элиезер нарушал субботу и доил свою корову в субботу? Мудрецы говорят, нет, это сосед его доил субботу корову, а он, мудрец, не нашел в себе или сил, или чего-то еще, и не подошел к нему, и не сказал ему. И поэтому, для того, чтобы зафиксировать этот момент личной ответственности человека за другого человека, за то, что делает он, эта корова называется корова рабе Элиезер. Более того, в Талмуде, описывая, собственно говоря, разрушение храма, мы знаем с вами, что, в принципе, храм-то был разрушен второй из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. И другой аспект, особенно первый, это за грехи и три, так сказать, кардинальных или, так сказать, три серьезных греха, по-английски мы называем cardinal sins, в частности, кровопролитие, разврат и поклонение идолам. И мудрецы задают общий вопрос, который имеет отношение не только к поколениям разрушения храма, но и к нашему сегодняшнему поколению тоже. И мудрецы говорят, но, предположим, мы понимаем, что грешники были наказаны за их грехи. Но Всевышний, праведники, за что были наказаны? Почему они тоже страдали в момент осады Иерусалима? Почему убивали тоже их? Почему изгоняли тоже их и их детей? Они же были праведниками, все поколение же было поколением негодяй. И Талмуд говорит совершенно потрясающую вещь. Талмуд говорит, потому что они не упрекнули свое поколение, они не упрекнули негодяев. Если праведники не упрекают негодяев, то тогда у праведников не может быть вопросов, что с ними произошло и что с детьми произошло, потому что они разделяют судьбу своего поколения. Но тогда в Талмуде мы слышим восклицание. Мудрецы Талмуда как бы восклицают к небесам и спрашивают, но Всевышний, тебе же было известно, что даже если бы праведники упрекали бы свое поколение негодяев, то негодяев все равно бы их упреков не услышали и не послушались бы их и остались бы негодяями. На это как бы отвечает Всевышний, в том теологии говорит, ну как бы за Всевышний отвечает. Мудрецы говорят, Всевышнему то может быть это и было известно, но праведники ведь об этом не знали. Очень, между прочим, тонкий момент. Иногда мы говорим, на что я буду с этим человеком разговаривать, он все равно меня не послушается. Но вопрос в том, проявляем ли мы неверие в этого человека или мы проявляем неверие в самих себя, думая, что мы не сможем словом убедить другого человека в чем-то, или это просто страх быть отвергнутым, и мы хотим остаться в зоне комфорта, и потому продолжаем молчать, несмотря на то, что если бы, может быть, мы подошли и с человеком бы по-человечески поговорили, то человек, может быть, прислушался. Поэтому, в принципе, я слышал еще от моего Руши Шива много лет назад, который говорил, что заповедь упрека это тогда, когда ты умеешь упрекать. И когда ты можешь подойти к человеку, говорить с ним от любви к нему, не от того, что, о, я вот сейчас, так сказать, вы исполню заповедь упрека, и потому я не буду наказан, а ты хоть гори в огне. Не это называется заповедь упрека. Заповедь упрека это проявление любви к ближнему. Когда можешь подойти к нему и сказать ему что-то такое, что поможет ему стать лучшим человеком, ты делаешь это от любви к другому человеку, и делаешь это с уважением и любовью, потому что в противоположном случае твои слова просто не будут услышаны. И вот я думаю об этом, обо всем, конечно, это через мгновение просто у меня вот эти мысли как бы в моей голове продолжали как бы двигаться. И я сказал себе, вот если вот стоит вот этот вот или сидит этот мальчик, который положил ногу на кресло, находящееся рядом с ним, я сейчас промолчу. К чему я молчу? Потому что мне страшно подойти, потому что мне удобно скажут, что другие люди в автобусе, и потому что я не хочу связываться, потому что мне комфортно продолжать просто вот разговаривать с моим сыном, этого не делать. И потом я подумал, наоборот, я должен сделать свое чувство комфорта некомфортабельным. Тем более, если мой сын здесь, он видит, как мы вместе учили этот закон. И теперь я его исполняю или нет, так ищу дополнительную ответственность. Как мой сын тоже посмотрит на то, что я делаю. Ты знаешь, Дойд Мехоле, я говорю моему сыну, я подойду к этому мальчику. Ничего, то окей. И вот я встаю и подхожу. Оказывается, там было три мальчика, двое сидели сзади него. И я сказал ему, ты знаешь, я хочу тебе сказать пару слов с уважением к тебе. И тогда я вижу, эти двое ребят сзади, так сказать, повернулись. И я говорю, вы знаете, я хотел бы поговорить с ним конфиденциально, частно. Они говорят, а мы его друзья. Я говорю, окей, если вы его друзья, ты не против. Давайте поговорим все вместе. Я говорю, ты знаешь, я говорю этому, я вообще живу в Нью-Йорке. И меня удивляет иногда происходящее в Израиле. И поэтому я хочу поделиться с тобой. Особенно то, что удивляет меня, это как смотрят люди без ермолок на людей, с ермолками, как мы смотрим друг на друга. И поэтому я тебе просто хочу рассказать одну историю. Я делаю телевизионные передачи в Америке многие годы. Вот я помню, как-то я сидел в студии, и оператором на этот раз был не русский еврей, который обычно это делал, а пришел американец итальянского происхождения. И вот он взялся за камеру, он хотел начинать снимать. Было еще, по-моему, несколько минут, когда другие сотрудники готовили сделать, так сказать, то, что они должны были сделать в этой же студии. Он говорит, прошу прощения, могу тебе задать вопрос? Я говорю, окей, почему у тебя ермолка на голове? Я подумал, как мне ему ответить? Я говорю, ты знаешь, когда я иду по улице, и, предположим, у меня есть бумажка, я могу эту бумажку бросить на пол на улице. Могу подойти и положить ее в мусор. Я знаю, что если у меня ермолка на голове, и я поведу себя некорректно и брошу эту бумажку на пол, то люди посмотрят и скажут, еврей бросил бумажку на пол. Это вызовет еще больше антисемитизм. Это сквернение имени Всевышнего. Я несу ответственность, потому что я представляю свой народ. Я еврей, я показываю, что я еврей, и это налагает на меня определенного рода ответственность. И вдруг этот итальянец сказал, стоит всю свою жизнь носить ермолку на голове только для того, чтобы хотя бы один раз в жизни не бросить бумажку на пол и вести себя достойно. И тогда я продолжаю говорить этому мальчику, имени которого я не знаю. Я говорю, ты знаешь, был такой писатель в России, которого звали Максим Горький. И когда он защищал евреев во время погромов, то он говорил так. Если еврейский подросток и нееврейский подросток, каждый из них своровал булочку, то в газете будут разные заголовки. Если русский мальчик своровал булочку, то напишут, русский, мне прошу прощения, напишут, мальчик своровал булочку. Если же еврейский мальчик своровал булочку, то напишут, еврей своровал булочку. Понимаешь, когда ты с ермолочкой на голове сидишь таким вот образом и положил свою ногу на соседнее кресло, подумай, что думают о тебе, о твоей ермолочке и о том, что ты представляешь для всех людей в этом автобусе. И я хочу пожелать тебе, чтобы ты освещал имя Всевышнего и своего народа, и чтобы на тебя люди смотрели и гордились тобой еврейским мальчиком. Я говорю, я говорю с тобой не потому, что я хочу тебя унизить или потому, что я хочу тебя обидеть, а я говорю с тобой, потому что я верю в тебя, что ты услышишь то, что я говорю. И я говорю с тобой, потому что я люблю тебя. Я протянул ему руку, он мою руку принял и сел красивенько. Друзья, что сказать по этому поводу? Я отошел, и мы продолжали с моим сыном, так сказать, в нашу вести беседу, в частности о законах упрёка и обязанности упрёка. Но то, что я хотел сказать вам, по сути нам всем, что может быть в этом поколении больше, чем в любом другом поколении мы являемся свидетелями разрушения. Если раньше рушились стены, если раньше происходили трагедии изгнания евреев из своей страны, то в 20 веке мы с вами стали свидетелями физической гибели миллионов евреев. Сейчас мы с вами свидетелями являемся духовной гибели миллионов евреев Америки и по всему свету. Это тоже разрушение, это тоже разрушение святости, не только дома святости храма. Это разрушение, это трагедия. Почему эта трагедия произошла когда-то? Потому что люди, которые что-то понимали, не говорили людям, которые не понимали. Хочу подчеркнуть ещё раз, что те, кто не умеют упрекать с любовью и уважением, понимая, что они говорят не ради себя, а они говорят ради других, ради того, чтобы укрепить наш народ и этого конкретного человека. И делают это от сердца так, чтобы слова, исходящие из сердца, проникли в сердце. Они, в принципе, от этой обязанности освобождены вообще. То есть не умеешь, условно говоря, делать обрезание, ты от этой митвы освобождён. Но если ты не умеешь одевать тфелин, например, то ты обязан научиться. Поэтому очень может быть, что те, кто не умеют, обязаны учиться, как с уважением и любовью говорить с другими людьми, для того, чтобы их этими словами возвышать, укреплять, вдохновлять. И таким образом мы не только предотвращаем разрушение «я» нашего поколения, но, может быть, мы все, дай Бог, стали бы свидетелями укрепления нашего народа, возвращения его на святую землю Израиля и строительства храма в Иерусалиме. Поэтому из Иерусалима желаю всем замечательной субботы. Кто знает, может быть, эта девятая ава перевернётся из траура в радость. Потому что мы все вместе ещё больше проявим любовь друг к другу и будем укреплять друг друга. И поэтому сумеем наш народ отстроить. И храм в Иерусалиме будет тому свидетельством. Всего самого хорошего и шаббат шалом!